Чем дальше от нас события Великой Отечественной войны, тем дороже воспоминания и свидетельства о том легендарном времени. Восстанавливая память о мужественных героях былых сражений, работают поисковики, и нередко результатом их поисков становятся удивительные открытия, помогающие людям узнать дополнительные сведения о судьбе их родных, погибших на войне. Об одном из таких событий мы и расскажем. Строки знаменитого стихотворения Александра Твардовского «Я убит под Оржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете» стали классикой русской поэзии. Фронтовику Андрею Филипповичу Пояснику удалось остаться живым в боях под Оржевом. 14 декабря 1942 года рядом с Оржевом он находился в разведке в составе группы из 10 человек. Окружили штаб неприятеля, завязался бой, в ходе которого было уничтожено 27 гитлеровцев. За участие в данной операции Андрей Филиппович был награжден медалью за отвагу. Затем он был серьезно ранен в правую руку разрывной пулей, комиссован, вернулся на малую родину, работал на адыгейском консервном комбинате. По воле случая его награда была потеряна после войны. В сентябре нынешнего года в ходе реализации проекта «Фронтовая почта» в Северском районе кубанскими школьниками из отряда «Память» эта медаль за отвагу и была обнаружена. Благодаря «Фронтовой почте» награда попала в руки людей, заинтересованных в том, чтобы найти награжденного ей или его родственников. В местах ожесточенных боев с 2019 года мы начали устанавливать пункты фронтовой почты. Они представляются из себя пункты сбора информации, оборудованные контейнерами для сбора для бланков, карандашей, сигнальными колышками, информационными табличками и контейнером для сбора заполненных бланков. Любой человек, гражданин, обнаруживший останки неизвестного солдата, либо же в процессе мы еще дополнили обнаруженными взрывоопасными предметами, может оставить GPS-координаты, либо же нарисовать карту нам с установлением сигнального колышка. Эти пункты обслуживаются школьниками, членами поисковых отрядов. Не так просто было определить имя награжденного, еще сложнее найти его близких, но поисковикам удалось это сделать. Я обратилась в общественную международную организацию, которой руководит Эдуарда Круз. Организация называется «Вечный огонь». Эта организация занимается поиском наград, выкупает советские награды на аукционах за рубежом и передает их родственникам, героев, которые проживают на территории нашей страны. Вместе с ними работает и поисковая организация «Вымпел поиск». Ребята из этой поисковой организации установили по номеру медали владельца и помогли мне через социальные сети найти родственников. Нашли внука Андрея Филипповича Пояснюка, внука Андрея Николаевича Пояснюка, который проживает в Славянске на Кубани. В парк 40-летия Победы к Вечному огню в этот день пришли представители поискового движения Совета ветеранов, активные общественники, члены поискового отряда «Кубанский рубеж». В торжественной обстановке руководитель регионального отделения поискового движения России в Адыгее, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в республике Адыгея Иван Портной и руководитель краеведческого музея при 46-й средней школе в станице Смоленской Ирина Еременко передали награду внуку ветерана, названному в честь своего деда Андрею Пояснюку. «Когда узнал об этом событии, что нашли меня, как говорится, и сказали такую новость, что нашли медаль моего деда, я действительно был, как говорится, в таких чувствах эмоциональных вообще, даже слезы мне на глазах выступили. То есть люди нашли, провели такую большую работу через, как говорится, зарубежные источники, нашли меня, хочу выразить ему тут, как говорится, большую благодарность. Они вернули мне память о моем деде. Теперь я знаю, кем он был, что он делал. То есть он большой человек, он герой, а я просто, кажется, получил это по наследству. Ну, как бы эта религия будет уже храниться у меня дома». Эта медаль с невероятной историей будет храниться дома у славянца, как самая большая реликвия и память о деде, который в кровопролитных боях за родину проявил мужество и героизм. «Награда нашла родственников героя. Это для Славянского района, конечно, почетно, то, что занимаются люди этим делом. Наши поисковики совместно с поисковиками и Адыгеи, и Карачево-Черкесии, с которыми я недавно встречался, занимаются этой работой постоянно. Находят медали, находят жетоны, находят медальоны. И тем самым мы говорим о том, что память священна». «Память о Великой Отечественной войне с золотыми буквами вписана в книгу нашей истории. Сохранение наград фронтовиков – это одно из самых ярких проявлений этой памяти. Это наследство, которое нужно хранить и передавать из поколения в поколение». Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков. Программа «События».